Всем привет! Меня зовут Саша, и я рад представить именно тебя на моем канале. Если ты впервые, то не забудь подписаться прямо сейчас, чтобы рассказать не одно моё новое видео. В общем-то, сегодня у нас необычный кукинг. Сегодня мы будем готовить роллы. Будем готовить роллы дома. Я сразу хочу сказать, я готовила их первый раз. Я готовила, возможно, где-то неправильно. Я готовила не такие роллы, как в Японии. Я готовила роллы и засовывала туда то, что просто захотела, то, что увидела. И то есть, как бы, у меня такие комбинации, которые существуют. Ну, возможно, такие существуют, но я просто вот так вот запихивала. Сегодня я покажу, как я их делала. Возможно, вы тоже захотите сделать. И также в описании я для вас оставлю ссылочку на то видео, по которым я готовила роллы. Потому что, возможно, я допустила какие-то ошибки, вы посмотрите видео более профессионального человека. И посмотрите также мои. На это у меня ушло где-то 3 часа времени, пока я приготовила 10 роллов. И потом мы их быденько съели. В начинках буду использовать омлет, авокадо, огурчик, соевый соус для омлета, ну и потом сыр типа Филадельфии. Для украшения буду использовать кумджут белый-черный, васаби и имбирь. Это уже потом по желанию, если вы любите их. И также водоросли ламинария. У меня они сушеные, они вот потом вот набухают, превращаются в обычные водоросли. Итак, для начала я от огурчика отрезаю все вот эти вот шкурочки. Именно они нам и будут нужны, потому что они хрустящие. А основная часть нам не нужна. Ее можно съесть, ну либо оставьте на потом, может быть пригодится. Также разрезаю авокадо пополам, достаю косточку и очищаю шкурку. Авокадо должен быть мягкий, чтобы шкурка легко снималась. Но если она легко не снимается, то обрезайте ее, потому что сейчас в магазинах не прям так много крутых авокадо. У меня она сначала хорошо снималась, но потом я ее обрезала. Короче, вот так некрасиво получилось. Ну да ладно. Дальше нарезаю авокадо, и это все у нас идут заготовки. В это время варите рис. Ссылка в описании. Дальше я сделаю омлетик. Разбиваю одно яйцо, добавляю чуть-чуть сою соуса и взбиваю это все. Также в начинку я еще буду использовать креветки и красную рыбу, лосось. Если вы хотите, можете использовать другие морепродукты. Итак, кунжут, белый и черный я обжарю, чтобы у него был более выраженный вкус. И также жарю омлетик. Рис можно взять для суши. Можно взять обычный рис. Я взяла обычный круглый рис. Я варила их по рецепту, который я нашла в ютубе. Для вас я оставлю ссылку на этот рецепт в описании. На приготовление риса уходит где-то больше полчаса. Поэтому учитывайте, что в то время, когда будет вариться ваш рис, вы должны подготовить все ингредиенты. И знаете что? Я забыла взять, купить палочки, поэтому мы ели вилкой. Это просто... Я не люблю есть вилкой суши, потому что, ну, это уже совсем деградация куда-то по сушам. Совсем. Поэтому, ну, нам пришлось, потому что уже не было варианта сходить в магазин. Листы нори я разрезала пополам. Теперь шерстовой стороной ставлю вверх на досочку для суши, которую я обмотала пленкой. И смазала маслом, чтобы ничего не прилипало. Дальше беру рис и выкладываю так, чтобы с одной стороны сантиметр не доходил до конца риса, а с другой стороны сантиметр выступал. Ну, я надеюсь, я понятно объяснила. Дальше начинаем собирать наши роллы. Начинаем с того, что мажем сырочек. Сыр типа Филадельфии, ну, что-то такое. Можно другой фирмы. Дальше выкладываем огурчик, авокадо. В принципе, если вы не любите авокадо, либо что-то из этого, то можно его спокойно убрать. Дальше я запихиваю сюда рыбу и начинаю это все закручивать. Тут-то уже начались проблемы. Я думала, что это намного легче. Но как-то я кое-как это все закручивала. В общем-то, нужно начинать аккуратненько закручивать с краю, поджимать каждый раз. И потом нужно, чтобы края риса склеились. То есть мы специально оставляли сантиметр больше и сантиметр меньше. Они должны склеиться. И также края вот эти вот подгибаю, поджимаю, чтобы это все выглядело красивенько. Собственно, дальше я начинаю все крутить. Беру различные начинки. Сейчас вы можете какую-то часть видеть. И для украшений я также использовала кунжутик. Просто посыпаю, либо обмакиваю. Можно использовать разные украшения. Можно рыбу сверху поставить, если вы ее красиво нарежете, такими тоненькими ломтиками длинными. Можно, кстати, рис, чтобы был внутри. То есть, получается, вам нужно тогда склеивать это все с помощью водички. Сантиметр опять же оставлять и водичкой подклеивать. То есть сами нори склеивать между собой. А вся начинка остается внутри, но это при условии, если у вас достаточно большая длина нори. У меня немного не хватало, и начинка постоянно вываливается. Лучше берите нори, которые подлиннее, чтобы при разрезе их пополам у вас было достаточно места, чтобы запихнуть начинки. Ну, либо надо было просто меньше начинки ложить. Сразу попрошу не писать в комментариях, что я их неправильно там что-то делаю. Если у вас есть какие-то советы, лайфхаки по тому, как правильно это все делать, то напишите мне в комментариях. Я, опять же говорю, делала первый раз. Делала совершенно сама, мне никто не помогал. И вот еще при этом снимала. Вся кухня была завтра. Суши я делала где-то 2-2,5 часа. Как это все выглядит. Кухня. Вот это сейчас все буду разрезать. Вот как выглядит кухня. А что это такое? Это можно сказать? Это я уже убрала часть. У меня все. У меня пол в этом. Все в этом. Мое освещение. Теперь смотрите. На столе нет ничего, кроме света и остатков моего производства. Знаете, из этого, мне кажется, можно было бы еще один ролл собрать. Собственно, когда я приготовила все роллы, их нужно было разрезать. Выглядели они нормально до того, как я их разрезала. А потом я их начала разрезать. Во-первых, нужен очень острый нож. И после того, как я уже разрезала, после того, как мы съели, вечером я еще узнала такой лайфхак, что чтобы их ровно разрезать и не развалились, нужно намочить нож водой. И да, к ножу реально прилипал рис. Я этого не сделала. Но знаете, суши были очень вкусные. Суши были настолько вкусные, что даже то, что они развалились, это все просто можно было взять роллы и вот так вот есть, как сосиску, не знаю, какую-то. Ну, это да, это совсем уже не роллы, это уже что-то из области фантастики. Вот так вот выглядят роллы. Постой, как я их разрезала, они некоторые поразваливались, некоторые нормальные. Также я взяла имбирь, васаби, соевый соус. Все, короче, как надо. Получилось очень вкусно, хоть и выглядит не особо привлекательно. Но все же очень вкусно получается. Если вы любите суши, роллы, то обязательно попробуйте. Обязательно попробуйте приготовить их дома, тем более, когда карантин. Я думаю, у вас есть время. Я думаю, карантин у вас еще не закончился, не знаю. То даже если закончился карантин, все равно это очень вкусно, прикольно. И по бюджету это, конечно же, выходит дешевле, чем купить в магазине готовые роллы. Ну и на этом все, ребят. Если вам понравилось это видео, то подержите мне пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр, всех люблю. Кстати, хочу вам сказать, что следующая неделя будет необычной. Выйдет 7 видео за неделю, видео будет каждый день, и это будет спортивная неделя. Я очень надеюсь, что завтра, возможно, выйдет трейлер этого всего, как можно это назвать. У меня огромная идея в голове. Это все уже, пока что это еще не снято, но, возможно, когда вы смотрите, это все уже снято. Так что поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. И если вы занимаетесь спортом, любите спорт, вам нужно много домашних тренировок, то оставайтесь, ведь следующая неделя у нас спортивная. 7 видео, 7 тренировок, 7 различных комплексов на разные группы мышц, растяжка, кардио. Да, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok